Накануне Дня защиты детей мы должны первое сознать, какими рождаются дети и все будут в первый класс. Это самый сложный вопрос. Если раньше это было как-то более-менее озвучено, то сейчас это за семью печатями. Почему? Главврача ругают, снижают зарплаты, если у него там родовые какие-то погрешности сделали крайнего, понимаете? Но центральные институты дают, в общем-то, официальные данные. 840 из 1000 черепно-мозговая родовая травма. 840 из 1000. Причин не говорят. Что такое черепно-мозговая травма? Это когда слои коры головного мозга буквально стираются, и вместо них раскрепощается подкорка. Это дети с крайне низкими учебно-познавательными способностями. Но учителя не ведают. Осмотров не делается. Раньше были профосмотры, сейчас это не делается. Учителя не знают, какие к ним пришли дети. И они к ним подходят с меркой как здоровых. И вот начинается гонка по школодрому. Особенно трагично для мальчиков. Более трагичные травмы у них. Они, как правило, ожидаются большенькими. Больше энцефалопатии, больше травма. Садят рядом с более зрелыми девочками. И начинается гонка по школодрому. Через год официальные данные Министерства образования. 70% пограничные психические нарушения. К концу школы 80%, 78% по данным Кокелизы, явные психические заболевания. Поэтому детей надо спасать сегодня от учителя, который не ведает, какие к ним дети пришли. Которые давно потеряли воспитательно такой подход к ребенку. С любовью, с уважением к личности. Давно потеряно. На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным одна заявила, уважаемый Владимир Владимирович, я мать и учитель, но я не знаю, как воспитывать детей. Но в идее из этого, как воспитать, взросли уже одно поколение, второе, третье. Парадокс. Я говорю языком науки, а не мнений. Ученый не должен говорить мнение, не должен говорить факты. Мы проверили сегодня от 80 до 90% молодых мам любовь к себе больше, чем к ребенку. Я задаю вопрос. Если к концу школы, в первую очередь, в том числе от школы, 80% психические нарушения. Другое дело, что психиатры запутали сами и запутали всех. Вот передо мной книга находится удивительного доктора Брюса Вайсман «Психиатрия, предательство, не знающие границ». Мы наши грехи, наши воспитательные погрешности отнесли к заболеваниям психическим, не понимая, что интеллект высокий не имеет никакого отношения к психике. Психика – это душа, это трагедия души, а интеллект высокий. Расщепление интеллекта от души – это шизофрения. Понимаете? Поэтому сегодня нужно принимать неотложные меры на уровне общества, на уровне власти, на уровне высшей политической власти, о спасении детей. Главное то, что мы изучили все это на научно-основой факторы, предложили, как менять на уровне материнской школы до трех лет, предложили, как менять в школе реальной, такие чеки по всей России. Я благодарен Концептуалу за то, что он издает наши книги. Потому что я раньше печатался от академических изданий «Наука», даже есть у меня монографии. Но там для узкого круга, для специалистов. А вот Концептуал сегодня ведет все-таки роль для широкой общественности. Поэтому я вновь обращаюсь до широкой общественности. Первое. Почему дети такие сегодня рождаются? Потому что мы запустили эволюционно значимый регресс на седалищах. Мы гравитационный план морфогенеза таза, антропогенеза разрушили. Поэтому тазы в свое время девочек, девушек, узкие, они негодны для деторождения. А если тянуть через кесарево сечение, то это тоже травма тяжелая. Поэтому мы 40 лет пытаемся поднять детей, чтобы взросли девочки с нормальным тазом. Слава Богу! Услышали за рубежом после моих выступлений с Карабейниковым, Анатолий Антонович, в Совете Европы. Услышали за рубежом. Вышло больше 10 тысяч работ у ведущих университетов мира. Сиденье – это инсульт, это инфаркт, это рак. И вот, наконец, проходил этот форум Лиги Здоровья Наций. И журналист поинтересовался, почему японцы долго живут. Да потому, что они стоят работой, стоя за компьютером. Да потому, что у нас 125-летнюю бабушку Кэт спасили тайну вашего питания. Она сказала, я никогда не сидела на одном месте. Но как трудно засиженного поднимать на ножки. Весь обмен веществ, как тот наркотик, изменен в подседалище. И мы подгоняем поэт своими детей. Поэтому первый спасительный крик мой к родителям, учителям власти – сами поднимайтесь и поднимайте детей. Поэтому все родители допускают, и допускают то, что происходит все сейчас. Костность тела – это рабство духа. Поэтому звучит над Россией сегодня клич «Встань, иди». Мы это показали на научной основе. Это первый шаг. Остальные шаги я готов помогать нашим министрам и нашим президентам. Да будет так. Благодарю за внимание. Дитя человеческое. Владимир Базарный. Современная система обучения буквально калечит психику детей и ослабляет их здоровье. Но Министерство образования не собирается что-либо менять. В книге знаменитого педагога-новатора, доктора медицинских наук, профессора Владимира Базарного, собран 35-летний опыт всестороннего изучения развития ребенка. Как родители, сами того не зная, закладывают ошибки в развитии детей. Почему здоровье малышей в школе резко ухудшается? Можно ли воспитывать ребенка, не ломая его психики? Существуют ли приемы обучения детей в подвижной игровой форме? Что мешает внедрить методику Базарного, утвержденную еще Минздравом СССР? Как вырастить здоровое высоконравственное поколение будущего? Дитя человеческое. Покупайте в интернет-магазине концептуал.ру Узнай больше на Концептуал РФ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин